Учредители, руководители и сотрудники компании не должны нести ответственность по экономическим преступлениям только потому, что работали в одной организации с человеком, приступившим в закон. Эти изменения в Уголовный кодекс предложила внести партия Ахжол. Депутаты считают, что нужно исключить распределение обязанностей между работниками одной компании из признаков опасной преступной группировки. Они настаивают, что отвечать за нарушение закона должны не все, а лишь те, чью вину докажут. По словам депутатов, есть случаи, когда следственные органы подменяют доказательства конкретных нарушений на обвинения в ОПГ. В обвинении используется, что сотрудники между собой распределили обязанности, выполняют поручения друг друга. Это признаки, по их мнению, ОПГ. Но это неправильно. В рамках официально завестированного действия за законодействующего предприятия всегда есть распределение служебных обязанностей. И это всегда поручает заму, зам получает бухгалтер. А им потом, на основании того, что они друг друга подчиняются, если подчиненность в структуре, предоставляют как признак ОПГ. По словам разработчиков, действующая сейчас норма также дает право следователям долго держать под стражей предпринимателей и их сотрудников. И в итоге добиваться признаний и более строгого наказания. Новеллу уже поддержали представители КНБ, Министерство юстиции и Генеральная прокуратура.